Одинцовцы бьют тревогу в социальных сетях. В районе улицы Зелёная, недалеко от жилого комплекса Одинбург, появились навалы мусора. Посты неравнодушных горожан стали сигналом правоохранительным органам для проведения проверки и поиска ответа на вопрос, на каком основании на землях, отведенных под производство швейной фурнитуры, сделали свалку. Вчера сотрудники полиции по этому сообщению в СССР начали проводить проверку. Сотрудники облака уезжали на место, осмотр место происшествия уже проводилось, уже первичные какие-то действия проводятся. Вызывайте собственника данного объекта и подписывайте жёсткую дорожную карту. Также предлагайте наши возможности, если сами они не ставятся, по технике, по работе с подвигом, в считанные дни, а при свалке нужно убавиться. Активно в социальных сетях на минувшей неделе обсуждали и отмену поворота с Можайского шоссе к школе искусств «Классика». Из трёх тысяч проголосовавших в паблике типичная Одинцова почти половина высказалась за возврат прерывистой линии разметки. Давайте просто из-за этой ситуации красиво выйдем, проведём со всеми необходимое совещание, какое-то правительственное решение найдём, исправивающие жители и сотрудников ГИБДД и собственников Дороги. 3 тысячи семьсот семьдесят пять обращений от жителей муниципалитета поступило на портал Добродел за минувшую неделю. Из них 842 повторных и три просроченных. Статистика показывает, жаловаться стали реже, рейтинг проблем не изменился. На первом месте категория дворы и территории общего пользования. Далее следуют многоквартирные дома и замыкают тройку автомобильные дороги. Жители дома 64 на улице Северная уже не первый раз обращают внимание властей на цвет горячей воды, которая течёт из их кранов. Подобные обращения собрали по второму и третьему микрорайону города Одинцова и провели их анализ, который показал, на местных водоисточниках необходимо установить систему очистки. Сейчас обсуждаем с финансовым управлением, как это всё включить в финансирование в следующий год. Вернее, всё, что программа будет на три года, потому что объём большой. Конкретно в данном случае проводятся мероприятия по промыть сетей. И сейчас ещё будем доставлять дополнительно промыть сети внутри дома. Жить вам нужна конкретика. Опять, мы же говорим про качество. Если вы повторили то, что уже было сделано, общая отписка, дайте сроки, когда вы прочистите систему, и воды не будет коричневого цвета дальше. До конца следующей недели система данного дома будет промыть. Через несколько лет чистая вода должна отсечь из каждого крана в Одинцовском районе. В планах, говорит глава муниципалитета, возведение 16 станций водоподготовки. Самая большая появится в Одинцово. Также на еженедельном совещании обсудили содержание информационных стендов во дворах и детских игровых площадок. Требования к объектам и вероятным устройствам прописаны в законе Московской области о благоустройстве. Статья 12. Обязательный перечень на метр обходе на территории детской игровой площадки. Информационный стенд, мягкие виды покрытия. К мягким видам покрытия в том числе относятся песчаные, уплотнённые песчаные на грунтовом основании, или гравийная крошка, мягкая, резиновая или мягкая синтетическая, на вновь вводимых в эксплуатацию или прошедшую реконструкцию. Площадка применяется мягкая резиновая или мягкая синтетическая покрытия. То есть все новые площадки у нас в обязательном порядке должны быть оборудованием резиной либо синтетическим покрытием. Элементы сопряжения поверхностей. Площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и уровни должны быть обязательно на детских площадках. И осветительное оборудование, чтобы площадкой можно было пользоваться круглогодично. Дефекты, влияющие на безопасность, должны устраняться незамедлительно. А для их выявления эксплуатирующей организации необходимо проводить осмотр детских площадок ежедневно. Рейды Госадомтехнадзора по Одинцовскому району показали – нарушения встречаются нередко. Чаще всего встречаются нарушения при эксплуатации детских площадок. Не на всех площадках есть информационные стенды, содержащиеся в надлежащем состоянии. Покрытие площадки не всегда состоит из материала, обеспечивающего безопасное приземление при падении. Элементы оборудования из древесины, фанеры имеют на поверхности дефект от длительной эксплуатации за усиление сочеплоскола отслоения. Не производится своевременно монтаж, демонтаж разрушенного и не подлежащего ремонту детского бюрооборудования, декоративных ограждений, скамеев, столов и сочниц. Имеются выступающие корни деревьев, нависающие низкие ветки, сухие ветки, остатки старого срезанного оборудования, стойки, фундаменты, находящиеся на поверхности земли, незаглубленные в землю металлические перемычки, как правило, торников, городков, качелей. Не производится своевременно ремонт элементов оборудования, отсутствуют частичные ступени на горках, лестницах, сидения на каруселях, качалках, каталках. Имеется чрезмерный износ подвижных частей оборудования, крепления подвесных элементов. Оборудование люфт, соответственно, его надо устранять. Коллеги, я прошу вас до 1 октября провести инвентаризацию. И там, где есть такие элементы, с ними координатным образом бороться. Мы их рекомендовали, его привести в порядок, соответственно, и поломанная крыша, и опорванная фанера, и так далее. Вопрос важный, вопрос касается безопасности детей. Поэтому давайте к нему отнесемся со всей полнотурой крышности.